Здравствуйте! На телеканале Ахтуба программа «Актуальное интервью» в студии Елены Мурмиловой. Я представляю гостя нашей программы. Сегодня это Олег Михеев, депутат Государственной думы от фракции «Справедливая Россия». Олег Леонидович, добрый вечер. Добрый вечер. Позвольте начать с вашей непосредственно парламентской деятельности. Скоро начнутся осенние сессии. Естественно, хотелось бы узнать, какие законопроекты, какие направления, какие темы станут основными. Спасибо. «Справедливая Россия», я напомню, работает во всех направлениях. Повторюсь, что в прошлом в САЗЭБе партии «Справедливая Россия» на количество депутатов мы являемся лидером по количеству внесенных законопроектов. И сейчас мы также находимся на первом месте. Основные законы, которые мы сегодня рассматриваем и выдвигаем, это законы, направленные на улучшение тех законов, которые были приняты за последние 10 лет, с учетом качественного улучшения и внесения поправок, которые не соответствуют реальности и действительности. То, что ухудшило быт нашего населения. И это группа вопросов, то, что мы называем социальной направленности. Второй блок, который сегодня подготовлен и мы будем уносить, это законы, направленные на качественное улучшение избирательных кампаний. С учетом тех нарушений, которые были нами выявлены на последних, на президентских выборах, на выборах в Государственную Думу, мы подготовили ряд законопроектов. И как раз эти законы дадут возможность более грамотно управлять выборами и не позволять злоупотреблять административным ресурсом то, что мы видим повсеместно. Насколько мне известно, есть также в планах и некоторые изменения в Уголовный кодекс. Да. Чего они касаются и из-за чего это надо делать? Я напомню, что у нас наш депутат Москалькова Татьяна Николаевна, которая до Государственной Думы работала, во-первых, звание генерал-майор милиции, что нечасто бывает, не так много женщин у нас генералов. И именно своим профессиональным долгом она считает как раз внести поправки в Уголовный кодекс. И вот основная поправка, которая уже внесена и которая сейчас будет рассматриваться в этой сессии, это дать возможность людям быть защищенными от коррупции, от произвола до судебного произвола. Что имеется в виду? По сегодняшнему закону, сразу скажу, что то, что отсутствует во многих большинстве европейских стран, цивилизованных стран Америки, следователь может на каком-то этапе посчитать и сказать, что человек виновен и назвать его уже потенциальным преступником. Арестовать его, и как показывает практика, многие люди у нас там до года, кто-то больше года сидит, пока следователи продолжают собирать какие-либо улики. А потом выясняется, что оказывается человек невиновен. Практика, которая сегодня есть в цивилизованных странах, и то, что было у нас до революции, мы хотим вернуть. Что имеется в виду? Что только суд может сказать, что виновен человек, невиновен. Поэтому, если возбуждается уголовное дело по отношению к какому-либо человеку, то все стороны процесса, это следователь должен собирать сам доказательства, прокуратура должна вести свою работу, собирать доказательства, адвокаты с тем человеком, против которого возбуждаются уголовное дело, они также собирают доказательства, все приходят в суд, и суд, выслушивая все стороны, принимает решение, виновен, невиновен. Если суд признает виновен, то уголовное дело запускается, ну и там уже соответствующая процедура. Конечно, наши оппоненты заявляют, а ведь сколько у нас таких дел, когда человека нужно сразу арестовывать? Мы говорим о том, что ведь таких дел, когда человек совершил террористический акт, взорвал что-то, киллер, или же явно, что преступление совершил человек, который что-то, и он может скрыться, там да, безусловно, суд собирается, быстрее все проводится, тем более фактура собрана, опять же доказали, и этого человека арестовали. Но у нас часто вот под злоумышленников подводят людей, которые потом оказываются невиновны. Этим пользуются рейдеры, этим пользуются недобросовестные чиновники, и особенно когда начинается период политических выборов, когда политических конкурентов просто для того, чтобы убрать, как соперника на выборах, фабрикуется какое-то уголовное дело, его арестовывают, выборы прошли, его отпускают. При этом никто не извиняется, при этом никто не компенсирует ни моральные затраты, ни финансовые убытки, которые понес человек, потому что считается, что государство не виновата ни в чем. И вот следующее, мы считаем, что государство должно нести ответственность, и в том числе сотрудники милиции, следователи, кто совершает свою недоработку непрофессиональную, не должно государство поощрять это. Если доказал, пожалуйста, если не доказал, и более того, совершил какие-то злодеяния против этого человека, он должен нести ответственность, как человек, который совершил преступление против другого личности. Что касается ваших личных инициатив, какова судьба вопроса о присвоении особого статуса детям военного Сталинграда? Вы очень активно работали над этим. Продолжая работать, я напомню, что в мае месяце подготовленный мой законопроект я не внес, не внес по причине следующей, что на майских праздниках ко мне подошла женщина, подходили группы людей, которые выступали с различными предложениями, что хорошо было бы внести дополнение. И проанализировав, я понял, что на самом деле я человек, который не участвовал в этой битве, и я не могу знать то, что знают эти люди. Поэтому я обратился через средства массовой информации с тем, чтобы люди дали обратную связь и дополнили, что они видят, чего не хватает в моем законопроекте. И вы знаете, я был приятно удивлен и благодарен всем нашим жителям, то, что вот та активность и то количество писем, больше сотни писем, которые мы получили сегодня, где-то люди просто рассказывают о себе, где-то там рассказывают о тех проблемах, которые у них возникали. Но я получил новый контекст, я получил дополнения и предложения, которые предлагают эти люди. Не все, конечно, можно использовать, но сам факт, я вижу, что эта тема остается актуальной и важной для наших жителей. Поэтому я думаю, что, как я уже озвучил, что до 1 сентября мы ждем последние письма. С 1 сентября по 1 октября я считаю, что мы все это доработаем, внесем дополнение в законопроект, и я думаю, что в октябре, в ноябре месяце, с учетом процедур, которые необходимо сделать в Государственной Думе, я внесу этот законопроект. Что даст людям этот особый статус? И сколько у нас сегодня детей военностей города? На сегодняшний день их осталось чуть больше 9 тысяч. Почему я говорю чуть больше? Потому что, к сожалению, люди умирают. Информация на март месяц, это было 9740 человек, сейчас цифра приближается 9 тысяч, поэтому чуть больше 9 тысяч, но эта цифра у меня будет более точна, опять же, на 1 октября. Когда я буду вносить данный законопроект, я уточню эту цифру, чтобы более точно внести законопроект. Это даст возможность нашим людям, которые прошли сквозь ужасы Сталинградской битвы, находясь здесь, в Волгограде, а это практически кто остался жив, это в основном дети, молодежь, которая в то время была до 18 лет, потому что все кто старше, они уже, к сожалению, уходят из жизни. Это даст возможность восстановить справедливость, с учетом того, что Сталинградская битва была одной из самых страшных, самых кровопролитных битв. И так как мы с вами знаем, что в свое время был внесен определенный статус жителей блокадного Ленинграда, и люди, которые прошли сквозь блокаду, получили дополнительные льготы, дополнительные выплаты, дополнительную возможность получить медицинское обслуживание, вот эти льготы я хочу, чтобы наши жители Сталинграда тоже получили. Вот это и получат после принятия данного законопроекта. Продолжая парламентскую тему, давайте уже поговорим о тех законопроектах, которые уже были приняты. Я имею в виду законопроект о возможности эвакуации машин, которые припаркованы в неположенных местах. Очень многие говорят о том, что прежде чем принять такой законопроект, необходимо было решить проблему нехватки парковочных мест. Понятно, что это очень актуально для Москвы. В Волгограде и в области как эта проблема стоит? Этот закон, он, ну вы знаете, мы выступали против, мы выступали, партия «Справедливая Россия», выступала против этого закона. И выступали не с точки зрения того, что вот как часто говорят, вот как популисты, вам лишь бы против партии власти выступить. Мы выступали против по одной простой причине. Закон касается не только Москвы, а касается всей страны, особенно городов-миллионников, в том числе и Волгограда. Ведь если внимательно почитать данный законопроект, то практически весь транспорт, который стоит в неположенном месте, а что такое неположенное место? Это там, где знаки стоят, это там, где нет возможности припарковаться, на машины стоят, на тротуары заезжают, во дворы въезжают и так далее. Конечно, это плохо. Но почему мы говорим, что закон безобразный? Если принимается закон, то нужно создать инфраструктуру. В частности, давайте возьмем Москву, Волгоград. Почему Москву? Потому что это более, скажем, явно видно. Сегодня уже установлено, что порядка 60% машин, которые стоят в Москве, они припаркованы неправильно. Получительно на ночь, когда они стоят машины, неправильно. А если у них возможность припарковаться правильно, у всех ли? Нет такой возможности. Как раз вот эти 60%, их нужно что с ними сделать? Их нужно правильно припарковать, значит, они должны выйти за пределы Москвы. Вопрос, а в ближайшем Подмосковье есть инфраструктура, которая готова принять весь этот транспорт? Ее тоже нет. Получается, сегодня людей загнали, очередной раз такое западню. Сегодня сотрудники милиции, полиции, извиняюсь, они могут просто ходить и собирать деньги с тех машин, которые неправильно припаркованы. Вопрос, не является ли это коррупционной составляющей? Чтобы сотрудник полиции брал, там не чеки заполнял, а договаривался и брал меньше сумму, а сейчас он может позволить себе меньше, потому что штрафы-то они увеличены, особенно в Москве. Именно поэтому мы выступали против, нет инфраструктуры, нет возможности. Так давайте сначала создадим, а потом мы с удовольствием проголосуем за этот законопроект. Поэтому, к сожалению, принимают сейчас такие законы, а потом мы говорим, у нас закон не работает. Он не может работать. Потому что человек, который приехал в Москву, когда он опаздывает на работу, он кругом в 15 проедет вокруг своей работы, и он бросит машину там, где увидит, есть просто место и не будет смотреть на тот знак, который там стоит. А с учетом того, что у нас еще и градостроительные нормы немножко не соответствуют, и те же сотрудники ГИБДД поставили знаки, порой там, где они не должны стоять, а еще вы знаете проблему, переносные знаки, да, когда сотрудник полиции ходит, своим знаком ставит там, где ему хочется его поставить. Это, к сожалению, проблема, которая не решена. А раз она не решена, то нельзя наказывать людей за то, что они просто физически не могут исполнять. Но в Волгограде это настолько же актуальная проблема? Конечно, это менее актуально, чем в Москве, безусловно. Но то, что эта проблема существует, особенно в центре города, это факт. Вот еще один очень такой неоднозначный законопроект, который активно обсуждается в СМИ, который предусматривает наказание для родителей за то, что они оставляют своих детей без присмотра даже в непродолжительное время. Знаете, я вот как родитель, как гражданин, как депутат, вот все, что угодно, то, что родителей нужно наказывать за то, что они бросают своих детей, когда просто бросают, особенно маленьких, не следят за ними, когда дети попадают в аварии, то, что происходит, я за. Но, опять же, закон, который сегодня предложен, я против него. Почему? Но если сегодня государством не созданы места в садиках, проблемы со школой во многих регионах, сегодня закрываются школы в сельской местности, сегодня не решены вопросы для наших молодых мам, сегодня не решен вопрос вообще для матерей-одиночек. Получается, это мама, у которой двое-трое детей, которая одна, зачастую, содержит семью. Но как ей, бедно, разорваться, сходить на работу, с детьми заниматься, которые в садике не устроены, ну, понимать, да, проблем, быт, и ее наказывать за то, что кто-то из соседей напишет жалобу, что ему показалось, что она невнимательно смотрит за ребенком, а может быть, она сорвалась, дала ему подзатыльник, я считаю, что это неправильно. Вот создать инфраструктуру, создать возможность вот этой маме, чтобы она могла просто-напросто разгрузить себя от той работы, которую сегодня она просто не может не выполнять. Тогда с нее спроси по полной программе. Но в сегодняшних условиях, мы с вами прекрасно понимаем, мы знаем, что люди еще в коммуналках живут, соседи там продолжают в спору вступать. Я считаю, это делать нельзя. Это очередная возможность. То есть сначала нужно создать условия, в которых законы будут работать. Конечно, это очередная, мы даем очередной раз возможность недобросовестному соседу просто-напросто анонимками писать на мамочку, которая воспитывает энное количество детей, жалобы, чтобы ее за это еще наказывали. Вот это неправильно. К сожалению, таких мам у нас тоже много. Тема сложная. С одной стороны, да, необходимо контролировать, чтобы они смотрели, но с другой стороны, мы не заставим ее это сделать. Когда она, повторяюсь, физически воспитывает троих детей, она не сможет все время смотреть за ними. Она отвернется в какой-то момент, и что-то может там произойти. Мы так, кстати, плавно подобрались к теме образования. В преддверии 1 сентября, начало нового учебного года, нельзя об этом не поговорить. У вас, как у представителя фракции «Справедливая Россия», у вашей фракции, какие есть инициативы в этом направлении? Как совершенствовать возможную систему образования? Мы считаем, жесткая позиция партии «Справедливая Россия», что сегодня те реформы, те законопроекты, которые принимаются, думай, правительством, инициатором которых был Фурсенко, мы считаем, что это никак иначе, как убиение нашей системы образования, назвать нельзя. при этом мы согласны с тем, что вот сегодня, когда выступал Фурсенко, он озвучил, говорит, вы знаете, сегодня в стране у нас людей, имеющих выше образование, гораздо больше, чем их требуется. С этим не поспоришь. И он же сам говорит, почему их больше, и с этим мы согласны, с тем, что экономика у нас сегодня слабо развита. И какое решение принимает правительство? Вместо того, чтобы поднимать экономику, чтобы люди были востребованы, принимается решение угробить систему образования, сократить количество мест в институтах, чтобы люди получали выше образование. Если сегодня весь мир стремится, наоборот, перейти на то, чтобы люди имели выше образование, мотивируют, заставляют, потому что понимают, что за этим будущее, то наше правительство почему-то приняло решение пойти по пути деградации, заставить людей, чтобы они перестали учиться. Я считаю, что это ошибка. И наша фракция считает, что это ошибка. Мы считаем, что сегодня нужно работать над экономикой, нужно поднимать нашу страну, чтобы эти люди были востребованы. Вот это наше принципиальное отличие от позиции правящей партии. И тогда вы приняли участие в работе дискуссионного лагеря, очень интересное название, очень интересное мероприятие Добрый Юг. Нужна ли нам сейчас такая форма общения? Какие проблемы там поднимались? Форма общения нужна. После принятия закона... Немножко подробнее расскажите, что там происходило. Ну, я напомню, что был принят после митингов, которые происходили в Москве, после жесткого высказания оппозиции, своей точки зрения, несистемной позиции, был принят депутатами от партии Единой России внесен закон и принят закон о наказании людей за участие в митингах. Ну, я вот, все прекрасно помнят о чем, то есть это практически заткнуть рот населению, чтобы они не выходили на улицы и не возмущались. Поэтому сегодня найдена новая форма, чтобы молодые ребята, активные, которые занимают активную жизненную позицию, которые хотят реформ во всех сферах. Мы с вами говорим про образование, про матерей, про дороги. Это же люди приехали, у них накипело. И поэтому, раз принято решение, что не могут они собираться в центре городов, они выезжают в лагеря, снимают турбазы, и там между собой общаются, обмениваясь опытом, потому что ребята приезжают с разных регионов и выстраивают какую-то позицию по отношению к той иной теме. Меня пригласили поучаствовать и выступить с темой выборов. Ну, конечно, дали три часа, чтобы на тему выборов выступил. Я начал с того, что, ребят, ну, для того, чтобы на выбор, про прохождение выборов поговорить, я думаю, нам нужно недели две и с утра до вечера, иначе мы просто... Поэтому давайте перейдем в вопрос-ответ. И вот, в ходящем счете, поробщавшись, начав о том, что есть проблема выборной нашей системы, мы ушли на все остальные темы, и получилась очень живая и интересная дискуссия, после чего я сделал вывод, и когда они спросили, Олег Ильич, вы остались довольны, и что вы отсюда выносите с нашей площадки? Я сказал, что действительно я доволен, потому что, а, я увидел взгляд с другой стороны, и то, что я не понимал, что происходит сегодня в этой несистемной позиции, раз. И второе, мы друг друга услышали, что, когда принимаются попытки или когда проводятся какие-то мероприятия, что партия «Справедливая Россия» готова поддерживать вот этих ребят, которые выступают с разумной инициативой, при условии, а, что мы будем оповещены, б, мы будем видеть, что те вопросы и темы, которые поднимаются, поднимают эти ребята, они соответствуют нашей программе, и третье, что мы будем участвовать в таком случае, если это будет законное мероприятие, законное мероприятие, и следующее, что не будет там, что та страна гарантирует, что не будет никаких провокаций. Ну, простой пример, когда мы проводим митинг в поддержку, вернее, в поддержку, а против повышения тарифов ЖКХ, у нас своя программа, мы выступаем в центре города, и вдруг какой-то один там товарищ берет, разворачивает плакат, на котором там, вы знаете, даже не хочу озвучивать, то есть, понимаете, это кресты, свастика и все остальное, то есть, получается, кто-то пытается на наше хорошее мероприятие повесить ярлык там чернатый, поэтому в этом мы участвовать не будем. И если мы договариваемся, и у нас все это удерживается, давайте совместно проводить работу, которая будет полезна не только нам, как оппозиции, но и правящей партии, и губернатору, и там, все наши исполнительные власти, потому что сегодня основной принцип, которого я придерживаюсь, вообще, справляю в России, что мы действительно должны во время выборов приходить и рассказывать людям, кто что сделал хорошего, но в межвыборное пространство мы должны объединяться и работать над экономикой, работать над улучшением социальных программ, социальных пакетов, потому что проще всего критиковать со стороны, как говорят, вот вы критикуете, и все, но так как я вышел из реального сектора, попробовал многие направления, во многом работал, я понимаю, что критиковать, как говорят, недавно прочитал фраз, мне очень понравилось, в политике зеркало заднего вида всегда гораздо чище, чем лобовое стекло, так оно и есть, тот, кто что-то делает, он хочет, не хочет, на него будет там мошка пролипать, а кто сидит там на заднем машине, развалился, ему в зеркало смотрит, говорит, ох, какие ошибки допускает, поэтому моя позиция, что все политики должны понимать, что неважно какая партия, неважно чем мы занимаемся, но в межвыборное пространство мы должны все понимать, что наше место на лобовом стекле, мы должны действительно идти вперед и создавать те условия, которые сегодня необходимы для лучшей жизни нашего населения. Ну, а ты по итогам участия в этом лагере, по итогам клуба, какие темы волнует молодежь, кроме выборов? Молодежь сегодня волнует практически все, образование волнует, реформа армии волнует, здравоохранение волнует, вот я был, знаете, приятно удивлен, я помню молодежь, которая была 10 лет назад, 15 лет назад, когда я только стал заниматься политикой, когда им было абсолютно все равно, и когда мы встречались, ну, как таково, в лучшем случае, кого-то там интернет интересовал, ну, высшее учебное заведение, и как бы сделать так, чтобы в армию не пойти. Сегодня я слышу, это вопрос не только, причем, знаете, я не хочу дать, что они такие, эгоизм в вопросах, да, там про себя, то есть у ребят были вопросы не только, которые касались их лично, а на самом деле вопросы, которые касаются всего, всей молодежи, всего среза, их интересует, я был уделен, когда мне стали вопросы задавать про пенсии, то есть, ну, такое, чтобы молодой человек, которому 30 лет стал со мной беседовать, там, о пенсионной реформе, о пенсиях, такого вообще, в принципе, раньше не было, поэтому сказать, что вот так, как я три часа выступал, после этого ходил, а следующий день вместе с Ильем Пановлевым приехал, вот у меня останалось ощущение, что мы беседовали на все темы, и беседовали довольно-таки профессионально, потому что то, что ребята говорят, те идеи, которые у них есть, они действительно соответствуют нашей программе и нашему пониманию, поэтому мы говорили на одном языке, и я говорю, у меня такое ощущение, что мы обсудили это все. И опять же, про темы выборов. Этой осенью у нас в стране пройдет единый день голосования, в том числе и депутаты, кандидаты от «Справедливой России» в них участвуют в разных регионах странах. Вы знаете, его не приняли, будут выборы по-разному идти немножко, поэтому если будет день голосования единый, то он будет на следующий год. Хорошо, но тем не менее, кандидаты от «Справедливой России» в них участвуют в этих выборах. Как вы думаете, вы такие решения? Мы говорим про область или про страну? Про область. Про область. В этой осенью у нас выборы, которые будут проходить в конце сентября месяца, 35 мандатов выставлены, партия «Справедливая Россия» участвуют в 27. То есть мы не выставились в ряде наших районов по той причине, что мы не увидели, что мы сможем, у нас нет кандидата, который сможет победить первое. Есть районы, где у нас местное отделение отсутствует как таково, поэтому мы там не выставились. Но Михаловка, мы выставились полностью, вот там 20 мандатов, мы 20 человек выставили. Выдвигаются, выборы будут главы района, объединенного Михаловского, округа. У нас наш кандидат, который сегодня активно работает, и мы считаем, что он себя очень хорошо покажет. Поэтому мы везде участвуем, и считаем, что как раз наша позиция партии «Справедливая Россия» участвовать везде, побеждать. И вот я уже неоднократно говорил, что те наши кандидаты, которые побеждали, до того момента, пока их там через год, два, три снимали с должности по надуманным причинам, они себя очень хорошо зарекомендовали, показали, и то, что районы, которыми управляли наши кандидаты, они с 20-х, с 30-х месяцев перемещались на 1-е, 2-е, 4-е, 5-е. Я считаю, что мы эффективны, и наш козырь сегодня как раз та новизна, и неподчиненность той вертикали, которая сегодня искусственно создана, которая сегодня не дает провести инициативу, которая ломает все добрые начинания. Совсем недавно при поддержке партии «Справедливая Россия» появилось новое движение, позвольте, я зачитаю, социал-демократический союз женщин России. Как вы считаете, способны ли такие объединения как-то изменить и улучшить жизнь? Вы знаете, вообще женщины на сегодняшний день, они, я скажу так, не то, что там год от года, а день от дня становятся все более активны. И если посмотреть то, что происходит сейчас, и вообще на структуру партии, мы единственная партия, где у нас женщин больше, чем мужчин. Первое. Второе. Как раз почему и была принята эта идея, мы входим, в «Справедливая Россия» единственная партия из России, которая входит в социнтерн, и есть такое женское отделение социнтерна. Как раз наши, мои однопартийки, они являются активными участниками этого движения, и было им принято решение как раз женскую тему, потому что многие вопросы, которые сегодня женщины поднимают, они актуальны, и скажу прямо, что не все мужчины понимают те требования, которые есть. И мы считаем, что как раз это женское движение, оно должно быть для того, чтобы те темы, проблемы, которые сегодня возникают, семейное, материнское детство, то, что ближе женщину, женщины это все равно донести, могут лучше, чем мы, мужчины. Поэтому мы это поддерживаем, и вот у нас в Лаграде создано это отделение, я уже не буду рассчитывать, на базе партии «Справедливая Россия», то есть мы настолько дружны и совместны, что те программы, которые они будут предлагать и предпринимать, я, безусловно, их поддержу на 100%. Сколько активисток, вернее, активисток оно объединяет, это движение? В стране или у нас? И у нас, и в стране. Когда проходила учительная конференция, насколько я помню, было, по-моему, порядка 100 человек. Сейчас они расширяются, растут. Я знаю еще, что акции, которые проводились недавно, они объединяют, и многие женщины подходят и говорят, мы хотим к вам вступить. И наш президент этой ассоциации, руководитель местного отделения Наталья Анухина активно работает с этим женщинами, поэтому сказать, сколько сегодня стал, не готов. Но здесь все-таки без женщин никуда. Это истина, которой никто не сможет отмахнуться. И еще, наверное, у нас не так много времени с вами осталось. Скажите, пожалуйста, как укладываются ваши отношения, как депутата Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» с региональной властью? Находите ли вы понимание и поддержку в каких-то вопросах? Я хочу сказать, что уверенно говорю, что за последнее, вот с 2007 года, когда я возглавил местное отделение, региональное отделение партии «Справедливая Россия», здесь, я вижу, что впервые между партиями достигнуто понимание, что мы все не враги, а что мы все все-таки жители одной страны, и то, что мы все бьемся над улучшением нашей жизни. Каждый работает по-своему, оппозиция по-своему, правящая партия по-своему. И то, что сегодня выстраивается, благодаря, в первую очередь, губернатору, который пришел, я вижу, что он открыт ко всем партиям. Я увидел, что впервые, повторяюсь, при нем партию «Справедливая Россия» стали приглашать на те мероприятия, которые проводятся, и областные, и какие-то, то, чего раньше не было. Ведь раньше мы приходим, у нас там милиция не пускает. Почему? Потому что сказали вас не пускать, вот вы там наш электорат перетаскиваете. Я рад, что сегодня появилась умная голова, которая понимает, что, да, на выборы мы придем, и мы будем конкуренты, но мы должны прийти на выборы и каждый рассказывать то, что сделал хорошее. И вот, на мой взгляд, вот это самое главное понимание, которое есть, и мы сегодня, как партия «Справедливая Россия», вот оппозицию мы же не только критикуем, мы предлагаем программы, проекты, и мы активно участвуем во всех вопросах, которые сегодня стоят перед нашим населением. Спасибо огромное. Время наше вышло, к сожалению. Я напомню, что гостем нашей программы сегодня был Олег Михеев, депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия». Олег Леонидович, до свидания. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова